Здравствуйте! В эфире служба новостей «Город» в студии Мария Лукьянова. Я и мои коллеги расскажем вам о событиях четверга, 29 сентября. Смотрите в ближайшие минуты. Нетрудоустроен плати. Правительство хочет ввести налог на тунеядство. Почему население заставляют работать? В Калининграде уже начали отопительный сезон. Кому первому включили батареи? 10 тысяч рублей за селфи с учителем. Первый городской канал объявляет новый конкурс. Спасли 12 человек, но без жертв не обошлось. На улице Богдана Хмельницкого загорелась девятиэтажка. Известный российский и американский художник показал калининградцам руки. В художественной галерее представили 250 картин с изображением человеческой кисти, о чем говорят ладони. И главной теме. Не работаешь, плати. Министерство труда и социальной защиты намерено ввести налог на тунеядство. Согласно ему, всех неработающих обяжут оплачивать посещение поликлиник. К слову, этой идее уже больше пяти лет. Ранее с таким заявлением выступали депутаты Санкт-Петербурга. По их мнению, трудовая книжка должна приравниваться к паспорту. Как теперь будут работать внештатники и фрилансеры? Плюсы и минусы нововведения, выслушала моя коллега Светлана Федорова. Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? А? А какой смысл? Работать на официальной работе с восьми до шести, ездить куда-то к черту на куличке, это отстой. Калининградец Евгений рассказывает, неофициальный рабочий путь выбрал для себя сразу по окончанию вуза. При этом ничего зазорного в этом не видят, ведь он далеко не лентяй. Всего-навсего сам планирует свой ежедневный график и ни от кого не зависит. В основном я занимаюсь репетиторством, но часто занимаюсь другими вещами по фрилансу. Например, я участвовал в избирательной кампании одной из областных партий последние полгода. Да и просто кручусь, в принципе, зарабатываю денежку, где это возможно заработать. А какой смысл работать официально? Если мне и так идет хорошая заработная плата, идет опыт, коммуникативный опыт, просто опыт общения с людьми, я зарабатываю денежки. И таких, как Евгений, с модным названием фрилансер только в Калининграде. По примерным подсчетам более 50 тысяч человек. Все они официальной зарплате, предпочитают самозанятость. У них нет начальников, а соответственно и трудовой книжки. В свою очередь налоги им тоже платить некому. Что, по мнению депутата областной думы первого и пятого созывов, Александра Кузнецова, беспредел и несправедливость. Друзья, каждый гражданин, каждый член нашего общества и нашего государства должен нести свою ответственность за то, чтобы мы и с точки зрения нравственности, и с точки зрения экономического благополучия были современно, адекватны, здоровы, удовлетворены. Каждый обязан нести это бремя. Это почетная, считайте, обязанность. Этот налог позволит эту обязанность исполнять всем, в том числе и тунеядцам. Самый главный аргумент Александра Кузнецова и других сторонников налога звучит следующим образом. Неработающие страховые взносы не делают, при этом всеми гарантиями пользуются. Получают бесплатное образование, медицинскую помощь. Вдобавок ко всему имеют право даже претендовать на пенсию. Мы решили узнать у калининградцев, а что они думают о тунеядстве и подобных нововведениях. Однозначно ответить сложно. Тунеядство, конечно, вещь совершенно неверная, поэтому я думаю, что это было бы правильное направление. Но если это только в том случае, если закон будет оформлен так, как положено. Тунеядец, ну как бы тунеядцы это плохо, конечно. Но если он тунеядец, налог с чего он будет платить? Ну то есть, если он ничего не делает, то есть у него даже и средств не будет налог платить. Это уже было в советское время. Смысл вводить то, что уже было. Если говорить точнее, в Советском Союзе тунеядством считалось бродяжничество, попрошайничество и ведение иного паразитического образа жизни. В середине 60-х годов за это были осуждены 37 тысяч человек. Финансовый эксперт Георгий Дыханов советует не повторять ошибок прошлого. На дворе 21 век. Возврат к методам Советского Союза, я думаю, не даст успеха. Потому что да, действительно такое было. Даже люди более старшего поколения помнят, как чуть ли не во время рабочего дня ловили людей в кинотеатрах за то, что они якобы нигде не работают и пытались их каким-то образом административно наказать. Но, к сожалению, к развитию экономики тогда это не привело и не приведет и сейчас. В романе Ивана Гончарова и его главный герой Илья Ильич Обломов практически не выходил из дома и даже нигде не работал. Сейчас подобных лентяев не меньше, но, по словам авторов закона проекта, их налог на тунеядство направлен в большей степени даже не на таких людей. Подобным образом власти планируют вывести из тени так называемые зарплаты в конвертах. Сама идея, говорит Георгий Дыханов, великолепная. Но в этом случае цель не оправдывает средства. Определить грань между тем, кто активно ищет официальную работу и тем, кто все-таки хочет трудиться по призванию, практически невозможно. Эксперты сходятся в одном. Начинать нужно с тех, кто порождает безработицу, с работодателей. Ведь цифры говорят сами за себя. В нашем регионе из 470 тысяч работоспособного населения порядка 100 тысяч населения тоже, выражаясь их языком, тунеядцы. Это совершенно не так. Эти люди работают, естественно, работают на себя, но называть их всех тунеядцами и пытаться загнать их налогами в официальную систему – контрпродуктивный метод. Нужно создавать стимулы, чтобы этим людям было интересно оформить как-то свои отношения с государством. То ли в виде найма или даже в форме самозанятости, или даже так называемых фрилансеров, можно заинтересовать в уплате налогов, предложив выгодные условия. Политолог Михаил Берендеев с таким мнением согласен, при том, что подобная мера уже давно действует у наших братьев-белорусов и добавляет, мало того, что налог на тунеядство – архаизм, так еще и расходится с главным документом страны. На самом деле Конституция Российской Федерации предусматривает бесплатное пользование социальной инфраструктурой всем гражданам Российской Федерации. Фактически это не зависит от того, платят они налоги или не платят они налоги. Получается так, что одни платят, а другие просто пользуются. С другой стороны, если этот налог будет очень маленьким, то люди предпочтут продолжать выбирать зарплату в конвертах, продолжать строить нелегальные трудовые отношения и выплачивать такого рода налог. Выход таким образом эксперты видят в одном – предлагать людям работу, а еще лучше с достойной зарплатой. Ведь только такой труд сделает истунеядцы человека. Карьер песчаный, два человека. Огласите весь список, пожалуйста. Светлана Федорова, Михаил Эльбаум. Служба новостей «Город». И к другим темам. Несвежая еда или преступная халатность сотрудников. Сегодня в Калининграде Следственный комитет начал проверку школы номер 50. Там более 10 младшеклассников накануне отравились в столовой. Пятеро детей сейчас находятся в больнице. Как рассказывают в органах, к заболеванию детей могли привести грубые нарушения санитарных норм в пищеблоке. По одной из версий, в столовой допустили ошибки при хранении и приготовлении еды. Компании-организатору питание в школе сейчас временно запретили работать. Также на фирму завели административное дело. Отобрали необходимые пробы продукции, отобрали необходимые смывы, обследовали сотрудников пищеблока для того, чтобы понять, что явилось причиной заболевания детей. В ближайшее время специалисты определят точную причину произошедшего. А тем временем делом заинтересовалась прокуратура. В самой же школе по-прежнему не комментируют ситуацию. Но советуют родителям давать детям еду с собой. Калининградцы впервые увидели футбольную арену на острове изнутри. Эскиз интерьера опубликовали в Инстаграме. Стадион площадью 110 тысяч квадратных метров сможет вместить 35 тысяч человек. Чем еще запомнился четверг, расскажем далее короткой строкой. Детские сады города дали тепло. Чтобы согреть дошкольников, смотреть на градусник не надо. Каждый заведующий сам сообщает мэрии, когда начать топить в группах. На столе городминистрации уже 30 таких заявлений. В следующем году россияне будут платить за сбор и вывоз мусора по специальным тарифам, а не с квадратного метра. В каждом регионе установят отдельную ставку. Так власти хотят избавиться от незаконных свалок и улучшить мусоропереработку. В Калининграде открылся фестиваль «Орган плюс». Первый концерт дали в Янтарь-холе. А в субботу в Кафедральном соборе пройдет музыкальный марафон. С 13 часов дня до часу ночи семеро органистов будут исполнять композиции из всемирно известных фильмов. 5 октября с площади Победы отправится музыкальный трамвай, два года назад ставший символом фестиваля. Калининградский зоопарк из Москвы привезли пятимесячного пеликана Зину. Так столичные зоологи поздравили наш зверинец со статорцетилетием. Молодая самка пеликана еще не успела сменить детское серое оперение на розовое, но уже съедает по 2 килограмма рыбок в день. 2 октября в Доме искусств артисты студии Елена Щедриной и лучшие танцоры города дадут благотворительный концерт для сбора средств на лечение трехлетней Сони Кондратьевой. У девочки нет слуховых проходов и сильно деформированы ушные раковины. Начало концерта в 14 часов. Билеты продаются в магазине «Пирамида» и в вокальной студии Елена Щедриной по адресу Клиническая, 27. И в конце первой части нашего выпуска вновь вернемся к школьной теме. На этот раз новость позитивная. Первый городской запускает конкурс ко дню учителя. Если преподаватель отчитывает вас за использование гаджетов на занятиях, не теряйтесь. Поздравьте его с наступающим праздником, предложите сделать совместное селфи и поборитесь за ценные призы. Чтобы присоединиться к акции, нужно лишь выложить фотографию с хэштегом «Первый городской учитель» на своей страничке в любой социальной сети. Ни одна запись не останется без внимания. Участвуйте сами и соревнуйтесь со своими друзьями и знакомыми. Я думаю, что участие в нашем конкурсе может стать еще одним замечательным школьным воспоминанием. Привлекайте к голосованию своих одноклассников, одногруппников, ребят из параллелей, ну и, конечно же, всю школу или даже университет. Не пропустите яркое приключение этой осени. Набирайте лайки и ждите 5 октября. Итоги конкурса мы подведем в День учителя. Спешите стать участником. Главный приз – сертификат на 10 тысяч рублей от сети спортивных магазинов «Чемпион». В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Зашел на рюмку чая, а ушел с полными карманами. Накануне на улице генерала Павлова 52-летняя женщина лишилась ювелирных изделий на сумму 160 тысяч рублей. Таков итог застолья со знакомым. Полиция уже задержала подозреваемого. Он рассказал, что увидел драгоценности в одной из комнат и решил сорвать большой куш, когда выходил курить на балкон. Теперь ему грозит тюремный срок до 5 лет. В Калининграде задержали двух молодых людей. В ночь с 5 на 6 сентября они совершили двойное убийство в заброшенном здании на улице Осенней. Спустя три дня там обнаружили трупы 36-летнего жителя Калининграда и 42-летнего жителя Советска. Погибшие вели асоциальный образ жизни. По версии следствия, между ними и убийцами возникла личная неприязнь. И тогда преступники насмерть забили их деревянными палками. Задержаны двое молодых людей, жители Калининградской области. Один из них несовершеннолетний. В настоящее время оба признались содеянным. Задержанные сейчас находятся в изоляторе временного содержания. В следственном комитете возбудили уголовное дело. Утром в четверг на улице Богдана Хмельницкого произошел пожар. На третьем этаже девятиэтажного дома загорелась квартира. В ней, по предварительным данным, проживали пенсионеры со взрослой дочерью. По состоянию здоровья она не могла самостоятельно передвигаться по дому. Поэтому рядом с кроватью 46-летней женщины всегда находился телефон. По нему она сообщила родителям, что в комнате произошел пожар. Они тут же бросились на помощь, но не смогли самостоятельно вытащить дочь. Несмотря на оперативную работу пожарных, спасти ее не удалось. Причины возгорания устанавливаются. Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Переславская-Круглова, которое произошло накануне. На участке закругления дороги 22-летняя женщина-водитель выскочила на встречную полосу и врезалась в дерево. В результате аварии погибла ее трехлетняя дочь. Сама девушка находится в реанимации с переломами ребер и травмой легкого. По словам полицейских, не исключено, что ДТП спровоцировала еще одна машина. Сейчас сотрудники ГИБДД вместе со следователями устанавливают все обстоятельства трагедии. В Гусевском районе полицейские обнаружили огород с коноплей. 24-летний житель поселка Первомайская выращивал ее у себя во дворе. Урожай он сушил в сарае, а готовые наркотики хранил дома. Там же расфасовывал товар по пакетам и готовил к продажам. Всего у владельца нелегальной плантации нашли более килограмма коноплей. Теперь ему грозит тюремный срок от 4 до 8 лет. Кирилл Попов, Марк Шкода, Служба новостей, город. И к другим темам. Сегодня в Калининграде прошло очередное голосование среди депутатов. В мэрии состоялось первое заседание Горсовета 6-го созыва. На собрании народные избранники выбрали своего председателя. Им снова стал Андрей Кропоткин. При этом кандидатур на должность было две. Кроме Андрея Кропоткина, председателем совета могла стать актриса Александра Яковлева. Но за нее проголосовали только три депутата из 28. Сама же Яковлева высказалась за развитие городского транспорта в Калининграде. Но глава города Александр Ярошук, который тоже присутствовал на совещании, возразил. И отметил, что этими вопросами занимается областная дума. Сразу после голосования Андрей Кропоткин назвал себя первым среди равных и обозначил основные направления работы. Мы сейчас идем к подготовке чемпионата мира по футболу. Значит, это внутри города работа по капитально ремонту домов. Это одно из самых важных тротуаров. Вы видите, будет продолжаться инфраструктура городская, касающаяся дорог, тротуаров и дошкольного и школьного образования. И, естественно, спортивные площадки, те, которые находятся в пределах наших функций. Также журналисты поинтересовались у Андрея Кропоткина, собирается ли он баллотироваться на пост мэра в следующем году. Председатель горсовета уклонился от конкретного ответа и заявил, что полностью сосредоточен на нынешней должности. Лес рук и многообразие жестов. Сегодня в Калининградской художественной галерее открылась выставка российского и американского художника Михаила Шемякина «Рука в искусстве». Экспозиция представляет 250 изображений человеческих кистей во всех возможных ипостасях. Рука здесь не только инструмент, сколько продукт работы воображения. Это и система вычислений, письменность, и ритуалы в различных культурах, и язык глухонемых, и хиромантия. Можно перечислять и перечислять. В числе первых к высокому искусству приобщилась и наша съемочная группа. Плавные изгибы, жесты, пальцы и запястья в сети изображения – часть крупномасштабного авторского проекта «Воображаемый музей Михаила Шемякина. Антология форм». Тема выставки «Рука» – пожалуй, один из самых популярных образов истории мировой культуры. Это и живопись, это и графика, и реклама, и различные фотографии. То есть тут можно найти какие-то документальные снимки, и вырезки из газет и журналов. То есть это такая кропотливая работа, которую он начал еще около 40 лет назад. Рука – это символ и власти, и символ созидания, и символ труда. Первые изображения руки датируются временем до нашей эры. Образно говоря, это первая подпись человека. Материалы выставки показывают, как при помощи кисти разрабатывали системы обучения арифметики, музыки, календарь. Не говоря уже о том, что при помощи руки можно предсказать будущее или просто рассказать о человеке. Добрый день. По вашему рукопожатию я могу сказать, что вы готовы к открытому честному диалогу по положению вашей руки. Психолог Денис Макархин утверждает, по рукам человека легко нарисовать его психологический портрет. И даже определить физическое здоровье, которое, по словам эксперта, начинается с ладоней. А угадать профессию проще простого. Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из промокашки скрипач. Жесты, рассказывает Денис, отличный инструмент невербального общения. При помощи него можно понять намерения собеседника. Видя руки человека, в том числе, мы видим определенные индикаторы. Это как датчики сигнализации, которые могут нам маячить и подсказывать нам какой-то путь. А дальше только общение. Даже когда вы пожимаете человеку руку, вы уже можете очень много о нем рассказать. Например, комфортно ли вам будет с ним общаться дальше или нет. А вот графический дизайнер Мария Амбражей по этой части человеческого тела может рассказать о людях больше, чем по лицу. Наверное, по этой причине нарисовать руки, рассказывает художница, сложнее всего. Не только из-за огромного количества костей и суставов. Ведь кисти имеют свое настроение и живут особой жизнью. Как у лица человека есть характер, так и у рук есть характер. Пальцы и руки могут быть вытянутыми, изящными. Могут быть острыми, могут выглядеть сильными. И поэтому, на самом деле, всегда взглянув на руки человека, можно, в принципе, понять его деятельность. К слову, Мария – участница конкурса, который является частью выставки «Рука в искусстве». Уже с 17 ноября калининградцы вполне вероятно смогут увидеть и ее работу в числе картин других молодых художников. Выставочное произведение отберет сам Михаил Шемякин. Заявки на конкурс принимаются до 20 октября. Сама же экспозиция доступна для зрителей до 5 декабря. Нина Чешкова, Михаил Эльбаум, служба новостей «Город». Рабочая неделя постепенно подходит к концу. Впереди только пятница. Это уже сама по себе хорошая новость. Партнер рубрики «Хорошие новости» компания «Кёнигдорс». Ну, во-первых, у нас сегодня вообще хороший день. Мне нравится такая погода. Во-вторых, мы ближимся к тому, чтобы окончить наконец-то учебу. Получаем дипломы, и поэтому мы, соответственно, радостные. Просто хорошее настроение, доволен жизнью. Сижу, жду друзей. Перешел на третий курс, все ништяк. Ем булочку, есть деньги и так далее. Все устраивает. Ко мне приезжают гости, и мы идем все в театр. А гости с Латвии, с Риги. Покажу им город Калининград. Вот, им очень нравится здесь бывать. Поменяла работу довольно всем. Дома ребенок, родители, все хорошо. То, что мы заканчиваем учебу, вот, и подходим к концу. Сестра замуж вышла, все хорошо и все прекрасно у нас. Грибная пора, скоро опята пойдут, поэтому и сердости в лес поедем. Партнер рубрики «Хорошие новости» компания «Кюнигдорс». Центробанк установил курсы валют на четверг. Доллар и евро понизились. Подробности далее. Курсы валют на 30 сентября. Доллар США 63 рубля 16 копеек. Евро 70 рублей 88 копеек. Польский злотый 16 рублей 50 копеек. А завершает наш выпуск. По традиции прогноз погоды на завтра. С ним вас познакомит наша ведущая Алена Веселова. Партнер прогноза погоды – дом бизнес-класса «Риттерхоф». Здравствуйте. Синоптики говорят, что вплоть до вторника следующей недели в городе будут идти дожди. При этом выходные будут теплыми. Воздух прогреется до плюс 20. Сразу после начнется похолодание. Температура опустится ниже – до плюс 14. А теперь о прогнозе погоды на завтрашний день. В пятницу в Днём в Калининграде облачно. Будет моросить дождь. Столбик термометра покажет плюс 17. Вечером пасмурно, осадки не прекратятся. Похолодает на 2 градуса до плюс 15. Ветер западный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Партнер прогноза погоды – дом бизнес-класса «Риттерхоф». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если и вы стали свидетелем необычных событий, знакомы с интересным человеком или вам нужна помощь, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. А в студии с вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова